Я врач-психиатр, психотерапевт. Работаю я в областной психиатрической больнице, являюсь врачом стационара. Работаю с детками на протяжении последних пяти лет. Кроме того, я веду амбулаторный психиатрический и психотерапевтический прием в спектрум А. Поэтому, по большому счету, та ситуация, та тема, о которой мы сегодня будем с вами говорить, в какой-то степени я ее знаю немножечко изнутри, потому что в силу моей деятельности я сталкиваюсь с такими ребятами и могу с вами поделиться той информацией, которой я владею. Значит, начать бы хотелось, наверное, с того, что попросить вас вернуться, ну вот, не знаю, представить себе, вспомнить себя в подростковом возрасте, какими вы были, о чем вы думали, какие у вас были сложности, с чем бы приходилось вообще в принципе в этом таком непростом возрасте сталкиваться. Я думаю, что подавляющее большинство, если не каждый из вас, наверняка испытывал, ну, такие моменты в жизни, когда все как-то казалось, что очень-очень плохо и нет поддержки, родители не понимают друзей, ну, либо они не слышат, либо не хочется с ними делиться какой-то информацией. Ну, в общем, что-то в твоей жизни происходит такое, с чем ты и не можешь поделиться, и опереться-то как бы особо не на что. И на самом деле, вот подобные состояния, они очень характерны именно для подросткового возраста, потому что это наиболее уязвимый возраст, да, когда идёт переоценка ценностей, кто я, что я, в какой семье я вырос или расту, куда я иду. И вот эти вот первые такие экзистенциальные вопросы, которые начинают возникать у формирующегося ещё человечка, да, то есть они очень часто, ну, являются, ну, таким пусковым механизмом, да, для того, чтобы могли возникать, начать возникать, да, какие-то, ну, вот такие первые, может быть, там, суицидальные мысли, да, и очень здорово, когда есть на что опереться такому подростку. Но, к сожалению, очень часто бывает так, что опереться-то и не на что. И та семья, в которой растёт этот ребёнок, она, ну, по каким-то причинам, да, не является для него той самой опорой. Я не буду вдаваться в какие-то, там, статистические данные, в какие-то подробности в плане, ну, почему так может, да, происходить. Моя основная задача, да, и цель сегодняшнего моего выступления — донести до вас, что, чтобы вы поняли, вспомнили, во-первых, себя, да, и поняли, что вашему ребёнку, ну, то, что вы для своего ребёнка, вы являетесь самым главным другом. И если на сегодняшний день это не так, чтобы вы задумались о том, как можно это делать. На что стоит обращать внимание? Вообще, в принципе, суицидальное поведение — это то, что, как правило, имеет какой-то определённый длинник времени. То есть оно очень редко возникает вот просто так вот с бухты-барахты, с ровного места. Хотя и так тоже бывает. Но опять же, если возвращаться к самому началу моего выступления, да, то, что если ребёнку есть на что опереться, он не пойдёт на этот шаг. И у каждого из нас изначально природой заложен самый важный инстинкт — это инстинкт самосохранения. И почему-то так происходит, да, что вот в этом вот самом подростковом возрасте, в детском возрасте порой что-то идёт не так, да, и этот механизм, он сбивается. Есть разные причины, да, почему это начинает происходить. Когда ребёнок испытывает какие-то трудности во взаимоотношениях с родителями, когда это трудности во взаимоотношениях с учителями в школе, когда это трудности со сверстниками в общении, когда, ну, не знаю, там девочки и мальчики начинают видеть, ну, изменяться, да, физически чисто, да, внешне. У девочек начинают появляться какие-то там вторично-половые признаки, да, и когда у большинства подростков там на лице какие-то, да, начинают там явления угревой, сыпь и прочее. То есть они очень болезненно, эти все явления, эти все изменения, они очень болезненно переживаются подростками. И когда ваш ребёнок приходит к вам и говорит, там, мам или пап, там, вот у меня там то-то, то-то меня беспокоит, и чаще всего как родители реагируют, да, фигня. У меня тоже такая фигня была, всё пройдёт. И на самом деле вот в такой ситуации, что слышит ребёнок, да, он слышит то, что меня не понимают, я говорю то, что это моя ситуация, которая меня сейчас беспокоит, мне очень плохо, это моя проблема, с которой я не могу справиться. И что, получается, он слышит в ответ от родителя. Ну, ерунда, всё пройдёт, пройдёт это, и, собственно говоря, я же справилась, и ты как-то тоже с этим справишься. И в данной ситуации ребёнку очень важно услышать то, что да, я понимаю тебя, да, может быть, поговорить о тех чувствах, которые его беспокоят в этот момент времени. И самое главное — выслушать. Потому что неважно, с чем связана эта проблема, с внешностью, с какими-то трудностями во взаимоотношениях, с какими-то, я не знаю, проблемами другого характера, да, там, несчастная любовь, или ещё что-то, нравится мальчик или девочка, и это безответно. Очень важно, чтобы вы в этот момент могли быть своему ребёнку той опорой, на которую он мог бы опереться. Если этого контакта у вас нет, ну, наверное, имеет смысл задуматься, почему так происходит, да, и как я, что я могу сделать для того, чтобы это изменить. Ну, в противном случае, да, непредсказуемо, куда вообще может этот путь, на который встаёт ваш сын или дочь, куда он может вывернуть. Есть, ну, определённая статистика, да, определённые исследования, которые проводились среди детского и подросткового населения, склонности, там, к суициду и так далее и тому подобное. Есть разные причины, есть внутренние и внешние, да, почему всё-таки человек встаёт на этот путь. И, наверное, вот психиатрия — это та специальность, которая в большей степени занимается именно внутренними причинами. Почему так происходит? Потому что внешние причины, они всегда присутствуют. С ними сталкивается каждый, но не каждый в состоянии с ними справиться. И, как правило, такие дети попадают в наше поле зрения, в поле зрения психиатров, когда есть уже какие-то, ну, так скажем, парасуицидальные какие-то тенденции, к которым часто и в моей практике вообще сплошь и рядом. Процентов 90 родителей, они очень легкомысленно относятся к этому. Ну, как пример могу привести, ну, вот буквально на этой неделе ко мне поступил мальчик, у которого живого места на руке нет. И при этом мама, когда при сборе анамнеза сообщает, да, это так, это он просто раскорябал. Ничего серьёзного, там какие-то такие поверхностные царапки, а у парня там вот от сих до сих, там настолько глубокие порезы, вплоть до того, что последний порез-то он совершал буквально неделю назад. И тут, конечно, о многом можно сказать, да, исходя из контакта, ну, как бы мамы и данного конкретного подростка. И зачастую это связано с выдерживанием или не выдерживанием той информации и той проблемы, которая есть у твоего собственного ребёнка. И задача родителя, и это очень сложно, я сама мама, выдерживать порой какие-то вещи, выдерживать, выслушивать, понимать. И в идеале, конечно, дать какой-то, может быть, там совет, да, но, к сожалению, мы не всегда в состоянии это сделать, да, и адекватно как-то, критично, да, дать этот совет, который действительно будет иметь хороший положительный результат. Но в такие моменты очень важно быть честным по отношению с собственным ребёнком и говорить то, что, знаешь, да, эта ситуация очень сложная, и я не знаю, как из неё можно выбраться, но я буду рядом, и я буду тебе помогать, и мы вместе пройдём этот путь. И на самом деле это то, что вашим детям в такой момент времени наиболее важно. Также хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас огромное количество информации и в СМИ, по телевизору, по радио, в интернете, связанного с различными социальными сетями, так называемой группы смерти, да, всё это как-то так муссируется, нагнетается. Очень много напряжённости с этим вопросом, потому что как таковой, ну, то есть на вас выливается огромное количество, огромный поток информации, а что с ним делать-то, по сути, никто не говорит, да, и как применять эту информацию, как выявлять это на ранних этапах. Основное, на что обращать, хотела бы обратить, да, ваше внимание, это на то, что отмечайте то, как ваш ребёнок себя чувствует. Не забывайте его, ну, хотя бы несколько раз в неделю, да, спрашивать о том, как твоё настроение, а что у тебя новое произошло. Ну, как-то вот чисто по-человечески, да, как-то по-родительски, не просто вот шаблонно, как дела, что получил, какие успехи, что задали и так далее по списку, да. А именно, вот я это говорю всегда обычно, из правильного места. Не из головы выдать список вопросов, а именно из правильного места сказать, ну, поинтересоваться у своего ребёнка, как у него дела. И может быть, он вам не сразу ответит, да, может быть, ответит не сразу вежливо, как вам бы хотелось этого услышать. Но чем чаще вы будете из этого правильного места интересоваться жизнью своего ребёнка, тем быстрее и больше шансов на то, что постепенно он начнёт какую-то толику информации, да, той жизни, о которой, ну, вам зачастую бывает просто-напросто неизвестно, будет вам её как-то раскрывать, да, и порционно выдавать. Возвращаясь ко всем этим группам смерти, информации действительно очень много, но, на мой взгляд, большинство, что выливается на вас, оно несколько всё-таки преувеличено. Да, это всё достаточно серьёзно. Да, на это стоит обращать внимание. Не призываю вас там ни в коем случае там сейчас поголовно нестись и проверять там социальные сети своих детей. Но обращать внимание на то, что происходит вообще с вашим ребёнком. И если вы вдруг отмечаете то, что что-то не так, как-то не так себя начал вести, как-то, ну, вот, более закрытый стал, эмоциональный фон настроения, как-то, ну, вот, пониженный и пониженный давно, стал более скрытным, закрытым, куда-то уходит. Часто это может сопровождаться, ну, какими-то такими аффективными вспышками, да, то есть вроде ничего такого не спросили, вроде бы даже из правильного места, а вам в ответ там, ты плохая мать, плохой отец, там, вы вообще мне всю жизнь испортили, да, и ушёл куда-нибудь, куда глаза глядят. И дай бог, если он вернётся дома, а чаще всего бывает так то, что потерялся, и родители, сломя голову, начинают обзванивать всех друзей, знакомых, родителей, да, в поисках собственного чада. Поэтому это те, наверное, первые звоночки, на которые стоит обращать внимание. Обращать внимание на то, что происходит с телом вашего ребёнка, да, и если вдруг там появляются какие-то порезы, ну, или, как говорят многие родители, ну, это обычные царапки, ну, на самом деле это тоже о чём-то. И если ребёнок, да вообще, в принципе, любой человек, если он наносит какие-то повреждения себе самому, ну, для меня, как, ну, даже не только как психиатра, да, и как психотерапевта, ну, это говорит, наверное, о том, что, ну, что-то внутри-то как-то поганенько, и, наверное, есть о чём поговорить, что обсудить. Поэтому обращайте на это внимание. Обращайте на все эти внешние проявления. Старайтесь находить подход к собственным детям. Старайтесь быть им ближе и давать им ту опору и ту заботу, которая на самом деле им нужна. Потому что семья — это то единственное, да, это то важное, что есть в жизни каждого ребёнка. И это важное, оно априори создано для того, чтобы удовлетворять основные базовые потребности ребёнка. Это любовь, это принятие и это забота. И если ваш ребёнок это получает, я думаю, что подобных ситуаций, да, и вопросов, в принципе, ну, их не возникнет. Но если что-то вот как-то вы не додаете, по каким-то причинам объективным или не совсем объективным, осознаваемым вами или нет, но рано или поздно всё равно какие-то тенденции, да, они могут и будут прослеживаться. И не важно, что это будет. Это будут суицидальные какие-то тенденции или это будет просто какое-то нежелательное поведение. Но это совершенно, ну, так скажем, другая, да, сторона. Поэтому, наверное, это основное, что я бы хотела вам сказать. И ещё такой важный, наверное, момент. Очень часто, да, ну, вот такие детки, они попадают в наше поле зрения, из опыта просто говорю, они попадают, как правило, уже тогда, когда их вот уже там в шаге, да, от сделанного суицида снимают, да, и привозят к нам в стационар. И вот большинство этих ситуаций, на самом деле, их можно предотвратить. Предотвратить вашим вниманием, вашей заботой, вашим участием, вашей вовлечённостью в жизнь собственного ребёнка. И вы в состоянии это сделать. И хотелось бы, чтобы вы не боялись психиатров, потому что мы не та структура, да, которая пытается там навредить, навялить вам какое-нибудь там лечение, да, как многие родители говорят, вот у вас статистика, вам надо нас там полечить, наших детей. Вот абсолютно нет. Наша задача основная — выявить на ранних этапах какие-то нарушения, если они есть, да, потому что я ещё раз говорю, причин очень много как внешних, так и внутренних. И грамотный специалист, он всегда в состоянии провести этот анализ, да, помочь вам, как родителям, взглянуть на ту ситуацию, которая происходит с вашим ребёнком, да, и в тех отношениях, которые у вас с ним есть, взглянуть просто-напросто с другой стороны. Потому что когда мы вовлечены целиком полностью вот в эти вот процессы, мы очень часто не видим очень многих вещей, очень важных вещей. Но когда мы, нам удаётся, да, вот приподняться над этой ситуацией, мы можем взглянуть на неё совершенно с другой стороны, и вот та самая Эврика, да, когда оказывается, аларчик так-то так просто открывался. И специалист, врач-психиатр, он всегда может вам помочь вот приподняться над этой ситуацией и взглянуть на неё с другой стороны. Поэтому не бойтесь нас, потому что наша задача всё-таки сохранить жизнь, да, и психическое, и психологическое, в том числе здоровье ваших детей, ваши нервы родительские, да, и постараться выстроить те продуктивные, эффективные отношения, которые у вас могут быть с вашими детками. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Любая Елена, можно задавать вопрос? А если у ребёнок уже, вот как различить вообще, манипулирует он родители или нет? Он, например, говорит, если ты меня не отпустишь гулять, или ты мне не разрешаешь за компьютером сидеть, я сейчас уйду или выброшусь из-за пари, то есть какие-то угрозы, они разного рода. Я думаю, возможно, кто-то даже сталкивается из-за родителей с такой. Ну да, на самом деле, опять же, если, так скажем, немножечко в классификацию окунулся, да, есть три основных вида суицидального поведения. Это шантажное, то, о чём вы сейчас сказали, это аффективное, когда резко что-то произошло, плохо, да, опоры нету, и всё, всё плохо, жизнь сложна, бессмысленно, я никому не нужен, лучше меня пускай в жизни в этой не будет. Пошёл и сиганул, ну, чаще всего повешение они выбирают, ну, либо откуда-то с высоты вот прыгнуть, и всё. Как отличить? Ну, если родитель хорошо чувствует своего ребёнка, то я думаю, что проблемы с этим не будет, потому что лучше вас, ваших детей, не знает никто. И вы знаете их, ну, большинство, наверное, всё-таки, с самого их рождения. И примерно представлять, да, почему ребёнок себя так ведёт, да, и что это всё-таки шантаж, или действительно это тот самый первый звоночек, когда что-то пошло не так, и я думаю, что вы это можете дифференцировать. Потому что чаще всего, да, очень часто современные дети, они прибегают к подобным вещам. Какого-то, ну, вот инструмента, да, ну, вот в рамках сегодняшней лекции, на самом деле мне дать, вот, наверное, сложно, но это про контакт всегда, это про контакт, это про близость собственным ребёнком, это про эффективность ваших детско-родительских отношений, про то, насколько вы его чувствуете. Но этот навык, он есть абсолютно у каждого родителя, независимо от того, родили ли вы сами этого ребёнка, или вы являетесь его, там, ну, законным представителем, ну, там, опекуном, или просто занимаетесь его воспитанием. Поэтому это вот, ну, вот как-то больше, наверное, про эту тему. Если это системой уже является, да, когда ребёнок постоянно манипулирует, ну, тут, наверное, имеет смысл поразбираться с этой темой в плане, ну, индивидуально, опять же, потому что каждый случай, он очень индивидуален. Что ребёнок получает, когда я это делаю, что получаю я, когда я веду себя таким образом. И в любом случае, если вы хотите разобраться в этой проблеме, ну, если самостоятельно не получается, то, ну, значит, тогда вперёд к специалисту, который поможет вот какие-то точки соприкосновения найти, да, услышать позицию двух сторон, да, и выявить на ранних этапах, опять же, да, какие-то, ну, движения не в ту сторону. Вот, наверное, как-то это про это. То есть, если родители, например, убеждённы, что он прав на сегодняшний момент, на сейчас, да, то есть я прав, нужно сохранять спокойствие или всё-таки требовать от меня на работе исполнить то, что я потребую. Я могу ребёнку сказать, я тебя люблю, но вот это я тебе не при каких-то скорыхтах не пишу. Слушайте, ну, такой вариант возможен, но вообще, я не люблю вот эти полярности, прав-неправ, чёрное-белое, да, потому что есть две стороны медали всегда. Да, и, безусловно, родитель, да, он может быть априори прав, потому что он родитель. Но очень часто мы забываем о том, что когда мы говорим о том, что будет так и никак иначе, мы не учитываем в данной ситуации мнение собственного ребёнка. И чем чаще мы это делаем, тем больше мы отдаляем ребёнка от себя. Поэтому очень важно не только говорить, что нет, это нельзя делать, или ты будешь делать именно так, а объяснять, по какой причине я так считаю. Аргументировать, приводить какие-то доводы, выслушивать ребёнка, почему он считает иначе. И, возможно, он не сразу, да, но со временем научится какие-то аргументы вам предъявлять в пользу тех убеждений, которые он пытается вам транслировать и донести до вас. Потому что, ну, я не знаю, по крайней мере, те родители, которые проходят, ну, вот, через наш стационар, да, в моей, вне больничной деятельности, я всегда советую не отдалять таким образом ребёнка от себя, а искать вот эти общие точки соприкосновения, вести диалог. Потому что, если мы говорим с вами о ребёнке даже, ну, вот, если раньше это было где-то, ну, лет, там, 12-16, да, сейчас, на самом деле, этот возраст, ну, раньше начинается лет с 9, ребёнок начинает уже качать права, да, и высказывать какое-то своё мнение. Ну, настолько, насколько он может это сделать. И какая-то директивность, ну, на мой взгляд, она отдаляет. Поэтому найти подход к собственному ребёнку в состоянии сделать каждый родитель. То, какой будет это путь, да, и с какой стороны вы к нему подойдёте. Ну, вы же все взрослые, вы же все умные, вы же все чувствующие, вы же всё понимаете. Ну, а если нет, ну, собственно говоря, вперёд разбираться с этим. Сами, я не знаю, читать умные книжки к специалисту. Ну, сейчас огромное количество ресурсов для того, чтобы, ну, вот, с этим разбираться просто-напросто. Но директивный способ общения с ребёнком, вот, на мой взгляд, да, из опыта, опять же, из личного, да, и из опыта врачебного в том числе, он не всегда показан. И чаще всего он отдаляет вас от собственного ребёнка. И, ну, тут можно, на самом деле, много говорить ещё на тему того, что, почему, да, родитель выбирает именно такую позицию поведения собственного ребёнка. Ну, это, может быть, я не знаю, какое-то самоутверждение, может быть, за счёт того, что, ну, вот, я чувствую себя таким образом. Ну, там, на самом деле, миллион может быть причин. Я чувствую себя главным, да. Вот я так реализую свою главность. Ты должен меня уважать. Да он никому ничего не должен. Он такая же личность, как и, там, мама или папа. И порой дети, они говорят такие вещи, которые, ну, реально бывают мудрее и правильнее, чем то, что говорит там взрослый. И когда, ну, вот, как семейный психотерапевт, да, я веду вот эти вот двойные такие приёмы, да, родители и ребёнок. Но это очень интересная работа в плане того, когда вот эти вот стороны начинают услышать друг друга. Основная задача в эффективности этого общения. Поэтому можно делать... Ну, тут решаете только вы, чего вы хотите, потому что, ну, любой контакт, он всегда взаимен. И что вы хотите получить посредством этого контакта? Самоутвердиться, да, доказать, что вы главный, что вы, там, мама или папа, и вы принимаете решение, или всё-таки вы хотите вести какой-то диалог и не уменьшать собственного ребёнка, а делать его более взрослым. Потому что, уменьшая его, вы уменьшаете себя в том числе. Это иллюзия, когда родители часто считают, что я сейчас его уменьшу, да, скажу ему, что вот мне ты будешь делать так, как я сказал. На самом деле вы себя тоже сейчас, ну, в таких моментах вы себя начинаете уменьшать и становитесь таким же маленьким, как и он. А можете вывести его, подрастить немножечко, да, когда твоё мнение имеет право на существование. Я тебя слышу, я тебя понимаю, но вот на сегодняшний день мы сделаем так, как сказала я, потому что это правильно, по таким-то и по таким-то причинам, потому что это безопасно для тебя, потому что это менее тревожно для меня, как для мамы, например, да, или для папы. Очень важно говорить о том, что вы думаете, да, о том, что вы чувствуете, и связывать вот эти вот две вещи, потому что мы зачастую, ну, просто сделали какой-то вывод, и всё, мы говорим об этом. Почему мы, на основании чего мы его сделали? Ну да, то есть просто объясняю, что пока ты, я тебя люблю, да, но ты не осознаёшь до конца, возможно, да? Это оценочность, это оценочность, почему я не осознаю, ну, вот я вот, мой внутренний ребёнок сейчас прям бунтоваться начинаю. Потому что, потому что опасно, ну, если только мы не разрешаем ребёнку без зеркви, правильно? Мы не объясняем ребёнку, что туда не надо, а если он уже три часа сидит за компьютером, он собирается уроки делать, да, и при этом закатывает из деревьев, ты меня не видишь. В этом идёт какие-то вещи, то есть всё равно… Но опять же, возникает сразу у меня вопрос, а почему ребёнок сидит по три часа за компьютером? И не делает уроки. И не делает уроки. Ну, то есть это какая-то система, да, и ведь, вы понимаете, вот мы сейчас говорим о каких-то вещах, когда, вот как вершина айсберга, да, мне не нравится в моём ребёнке это, это, это и это. У него есть основания так себя вести. Потому что это привычный способ справляться со скукой, например. Потому что другого способа он не знает, его не научили. он не умеет по-другому там как-то отвлекаться, расслабляться. Это единственный, может быть, источник для того, чтобы он мог, ну, как вариант, я не знаю, там, общаться с другими детьми. Потому что если мы говорим о каких-то нарушениях коммуникативного характера у детей, да, очень часто бывает такое, да, такие дети, они себя реализуют в общении посредством общения в соцсетях, например. А там уж как повезёт, куда он, с кем он там познакомится и о чём он будет там разговаривать. Поэтому это всегда, вот, любые проявления какого-то нежелательного поведения, это всегда вершина айсберга. А если взглянуть, да, айсберг же он как в высоте, там меньше его части, а в глубине-то под водой там скрыто, ого-го, да, для того, чтобы он не перевернулся. И если разбираться, почему так себя ребёнок ведёт, ну, это очень такая интересная тема для исследования. Получается с себя. А всегда с себя. Всегда с себя. Но, опять же, есть, когда ты начинаешь вот это вот просто-напросто понимать, ну, вот мы в стационаре проводим для родителей, ну, тоже там общеобразовательные, такие психообразовательные беседы, да, я часто вот рисуем вот эту вот картинку в виде айсберга. И вот разбираем какие-то вот частные ситуации, да, то, что, например, там, ведёт себя плохо, кричит, спать отказывается от компьютера, уходить не хочет, и начинаем расписывать вот эту нижнюю часть, да, почему ребёнок себя так ведёт, что он таким образом получает, какие потребности собственные, да, он закрывает таким образом. Потому что за любым действием всегда есть какая-то цель. Я себя так веду, потому что я получаю что-то. Осознаю это или не осознаю, но я буду продолжать себя вести так, потому что я какую-то очень важную потребность свою закрываю. Это касается и ребёнка, и взрослого. Мы ходим на работу, да, как бы нам там не хотелось, но мы понимаем, нам надо идти на работу для того, чтобы заработать денег, чтобы было на что там хлебушек купить, да, там, конфетку, игрушку ребёнку и всё остальное прочее. То есть мы целенаправленно это делаем, даже если нам это не сильно хочется. У ребёнка тоже есть определённый мотив, почему он ведёт себя таким образом. А это очень индивидуально, и каждый случай, он рассматривается, опять же, индивидуально. Спасибо.